Приюту для бездомных собак и кошек ЗОУ-37 исполнилось 6 лет. Здесь всегда рады гостям, а не только в день рождения. В уходе за животными сотрудникам приюта требуется помощь. Волонтеры не только приносят корма и лекарства, но и дарят питомцам, пожалуй, самое дорогое – свое время. Социализация кошек, собак. Общаемся, просто ходим, гладим, приучаем их к рукам, чтобы они не дичали, собаки, кошки. Ну, ветеринарная помощь, если какая-то потребуется, то есть там уколы, капельницы. В день рождения приюта волонтеры решили облагородить территорию внутреннего дворика, высадили на клумбу цветы, попытались привести в порядок альпийскую горку, которую сделали несколько лет назад другие добровольцы. Давно уже дружу с приютом, и вот есть такая возможность. Я выращиваю свои растения, могу этим поделиться. Привезла хосту, остельбу, нарциссы, децентру. Вот сажаю именно их. Когда основная работа сделана, можно отдохнуть за чашечкой чая. Самое главное, чего добился приют за все эти годы, отмечает его хозяйка Антонина Васильева, это дружная команда неравнодушных людей, которые готовы помогать. Кажется невероятным, но благодаря помощи московских зоозащитников уже третья собака из этого приюта отправилась к новым хозяевам в Голландию. Оказывается, голландцы очень любят русских собак. Говорят, наши собаки не такие, ваши такие милашки, такие преданные. Вот прилетели, сейчас карантин будет, чуть ли не в прямом эфире нам позвонили, сказали. Вот уже, наверное, после выходных выставим фотографии в интернет-ресурсах. В приюте мечтают, чтобы у каждой кошки и собаки был свой дом и заботливые хозяева. Некоторым животным, например, как и этой кошке, ласка и забота нужны особенно. В ходе операции был обнаружен некроз внутренних органов. И так получилось, что ей удалили почку, слезенку, часть поджелудочной железы и часть брюшины. Но, несмотря на это, кошка выжила. Сейчас вот она такая хорошая. И у нее не было имени. И после этого случая в интернете ей дали имя Вита. Породистые животные в приюте тоже не редкость. Здесь удивляются скорее не бесчеловечности людей, а тому, что после всех перенесенных испытаний животные остаются очень добрыми. Она поступила весной этого года в очень запущенном состоянии. Неравнодушные люди нашли ее на улице Суздальской. Собака была вся в колтунах, в репейнике. Очень свалявшиеся были уши. Поэтому здесь мы ее привели в порядок, облагородили. Сейчас мы Герду стерилизовали. Чтобы не было у нее проблем со здоровьем. И очень мечтаем ей найти хозяев. Собака по характеру очень ласковая, доброжелательная, очень любит игру в мяч. За шесть лет волонтеры спасли и пристроили почти 1700 животных. Щенков и собак, котят и кошек. В приюте надеются, что историй со счастливым концом здесь будет еще больше. Любовь Почерникова, Андрей Семелков, РТВ Иваново.